Некогда большая детская площадка одного из дворов микрорайона Крохолева превратилась в яблоко раздора. Еще пять лет назад, рассказывают местные, здесь были эстрада с лавочками и хоккейная коробка. У нас на площадке были дети, играли в футбол, катались на коньках даже, делали горки, строили специальную конструкцию. Это вообще городок у нас вообще был. В один прекрасный день все снесли. Площадку огородили забором, а жители успокоили. Дескать, построим спортивно-оздоровительный комплекс с теннисным кортом. Но вскоре территория общего пользования превратилась в частную. Обещанный теннисный корт здесь, конечно, построили. Однако никто из местных жителей на нем так и не позанимался. Зато машин в так называемом спортивно-оздоровительном центре стоят десятки. Здесь стоянка. Стоянка? А говорили, что корт вроде теннисный, еще что-то? Теннисный корт тоже есть, вот стоянка. И не можете ответить. Я ничего не знаю, охранник. Под шумок организованная автостоянка сразу вызвала недовольство жителей. Тем более, что согласно паспорту объекта здесь должен быть спортивный центр. А недавно забор сместили еще на несколько метров. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, шестнадцать, тринадцать, четыре, тринадцать, шестнадцать метров. Я посмотрела в окно, они одни убрали, другие переставили, качели вот эти детские переставили. Так они уже на детскую площадку залезли. Неделю назад с жителями этого двора встречался глава города Игорь Сапко. Обещал взять проблему на контроль. И в ближайшее время постараться решить ее. Он взял документы, посмотрел, дал при мне это распоряжение заместителю. Наверное, говорит, проверьте, пожалуйста, правильно, нет, они туда зашли. Дворовую проблему мы адресовали в городскую администрацию. Нам ответили в письменной форме. Разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра в составе теннисного корта, здания обслуживания и открытых площадок было выдано застройщику. Обществу с ограниченной ответственностью Ориона в 2012 году. Иных разрешений по указанному адресу не выдавалось. По использованию данного участка наложено ограничение в виде зоны ЦС-3, зона спортивных объектов. Если участок используется не по назначению, жители могут подать обращение в департамент земельных отношений администрации города Перми или в администрацию Свердловского района. И таких ситуаций в городе не одна и не две. Механизм всегда один. Сначала появляется забор, потом вырастает нечто, угодное бизнесу. За еще одним примером далеко ходить не надо. Все на той же улице Солдатова. Год назад вместо сквера внезапно появился торговый центр. Судебная тяжба по этому поводу продолжается по сей день. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.